Приветствую вас уважаемый друг на связи Алексей Захаренко и в этом видеоуроке мы разберем 6 катастрофических ошибок которые делают практически все начинающие инфобизнесмены когда создают обложку для своего инфопродукта разберем мы это все на примерах реальных продуктов которые я нашел в сети интернет итак давайте приступим и первый наш пример самая скажем так большая ошибка которая очень негативно влияет на продажи это неправильное позиционирование обложки вашего курса давайте я для начала немножко расскажу что такое позиционирование в дизайне обложки давайте представим что у нас есть какой-то курс совершенно неважно какой не конструируйтесь вот на этом курсе здесь может быть совершенно другой курс и давайте рассмотрим такие две ситуации с точки зрения клиента этот курс и с точки зрения автора итак первый взгляд с точки зрения клиента он хочет получить какой-то желаемый результат увидеть какие-то выгоды которые дает этот курс то есть это результат и вторая точка зрения это автора то есть вас когда вы создаете свой инфопродукт вы знаете абсолютно все характеристики данного курса сколько он весит мегабайт сколько у него там часов минут секунд видео какие файлы картинки и так далее то есть различные характеристики и первая ошибка которую делать практически все начинающие инфобизнесмены вместо того чтобы изобразить на обложке желаемый результат который хочет получить клиент они отображают какие-то совершенно ненужные характеристики например как вот здесь какие-то 32 видеокурса windows xp и так далее знаете человеку совершенно по барабану сколько будет идти в ваш курс сколько там будет файлов сколько он будет весить в мегабайтах и так далее ему самое главное получить тот результат который он хочет решить какую-то свою проблему все именно это нужно отображать на обложке не нужно отображать какие-то технические характеристики во первых это не интересно вашему клиенту во вторых он ничего не поймет как раз по обложке человека должен понять о чем этот курс итак это первая ошибка неправильное позиционирование самого продукта переходим ко второй ошибке вторая ошибка это неправильный подбор цветовой гаммы как вы видите вот на этих трех примерах здесь везде подобрана неудачная цветовая гамма здесь у нас голубой желтый и серый цвета совершенно не сочетаются здесь у нас зеленый желтый красный черный опять же не сочетаемые цвета и здесь также такой цветовый голубой и зеленый как мы видим из-за того что цветовая гамма у каждой обложке подобрана неправильно то и наши обложки смотрятся несерьезно не внушают доверия следовательно в любой продаже если продукт не внушает доверия то он будет очень плохо продаваться если вообще будет естественно данные продукты могут продаваться но только если у них очень раскрученный автор либо действует скажем так сарафанное радио когда люди рекомендуют друг другу но если человек заходит на ваш сайт не знает ничего о вас о вашем продукте и так далее то скорее всего он не закажет вас в курс потому что у него не возникнет доверия к вашему продукту таких вот продаж в инфобизнесе наверное 90 с лишним процентов поэтому стоит это учесть и подбирать себе гармоничную цветовую гамму чтобы ваша обложка продукта вызывала доверие у потенциального клиента окей вторую ошибку мы разобрали и давайте переходим к третьей третья ошибка это неудачная композиция что я имею ввиду под этой ошибкой давайте рассмотрим на примере вот этого курса и я вам сейчас покажу курс называется экстремальный набор веса то есть данный курс предназначен для людей скажем так для худых людей у которых недостаточный вес и которые хотят набрать массу либо же мышечную массу сразу скажу так как я постоянно занимаюсь тренажерным зале мне эта тема довольно близка и я примерно знаю тех людей которые хотят набрать мышечную массу и давайте посмотрим на иллюстрацию здесь мы видим какие-то предметы фрукты блендер какой-то и еще что-то типа молока но это не главное здесь мы видим двух людей к сожалению автор не потрудился подобрать удачную картинку составить композицию и мы здесь видим людей далеко не с большой мышечной массой парнишка и девушка довольно стройные и не соответствует тому названию тому заголовку который у нас на курсе здесь естественно лучше было бы если был изображен какой-то человек килограмм на сто который он занимается спортом тогда бы и картинка и заголовок то есть название курсы полностью соответствуют друг другу а сейчас когда человек видит данный курс у него возникает скажем так противоречие почему написано в заголовке экстремальный набор веса а здесь изображены какие-то скажем так худые люди уже когда человек увидел такую обложку и начнет читать текст то он будет пропускать всю информацию через скажем так призму своих сомнений и все подвергать сомнению а это естественно негативно скажется на продажах поэтому я не рекомендую допускать таких вот ошибок то же самое касается и этой обложке здесь у нас курс каких-то интернет технологиях и изображены непонятные скриншоты каких-то программ что может дать этот курс человеку совершенно непонятно если бы здесь автор изобразили например то как можно бесплатно говорить по скайпу как можно бесплатно общаться в сети обменивать без процентов деньги переводить за границу и так далее то есть какие-то выгоды то данный курс продавался значительно лучше так хорошо переходим к следующей ошибке следующая ошибка которая присутствует наверное в 99 процентах случаях это некачественная графика я понимаю что если вы только начинаете свой бизнес в интернете у вас бюджет очень ограничен либо же его попросту нету но использовать какую-то хреновую графику я бы не советовал потому что во первых это скажем так понижает доверие к вашему продукту самое первое во вторых второй негативный момент вас могут привлечь к ответственности авторы вот этих вот картинок скажу сразу что качественную лицензионную графику вы можете купить и за 30 50 рублей одну две картинки у вас уйдет там я не знаю рублей 100 но при этом ваша обложка будет выглядеть гораздо лучше вот этих вот неудачных вариантов согласитесь это не такая большая сумма и каждый человек может потратить на то чтобы его продукт выглядел презентабельно и внушал доверие у потенциального клиента да и есть дорогие фотобанки где там стоит обложки не по 30 50 рублей а некоторые по 300 500 долларов да есть такие но вам они совершенно не нужны такие вот обложки они нужны уже для профессиональных фотостудий и так далее для каких-то крупных компаний например МТС и так далее вам совершенно это не нужно вы спокойно себе сможете покупать за 30 50 рублей совершенно классные качественные картинки которые будут значительно увеличивать презентабельность вашего курса поэтому не поленитесь найдите нормальный российский фотобанк где недорогие качественные картинки и пожалуйста не используйте такие вот такую вот графику с яндекса или гугла смотрится просто отвратительно переходим к следующему нашему вопросу это неправильная работа с текстом тоже довольно часто встречается при создании обложек как мы видим на каждом из вариантов цвет заголовка практически точно такой же как и цвет самого фона то есть в первом варианте у нас здесь цвет основной зеленый во втором основной голубой заголовок очень трудно читается когда текст сливается с фоном чтобы такого не происходило я рекомендую делать контрастные цвета то есть если у вас фон темный то делайте заголовок светлым заголовок светлый фон темный и точно так же наоборот если у вас светлый фон то заголовок естественно светлый в этом случае текст на вашей обложке будет читаться во всех случаях просто шикарно и не придется вашим потенциальным клиентам напрягать свое зрение чтобы прочесть о чем ваш курс да и сразу скажу если у вас будут такие вот обложки где практически нереально прочитать о чем курс клиент просто не будет напрягаться и перейдет на сайт вашего конкурента где все проще и доступнее естественно вы останетесь без денег так как он закажет не у вас а у ваших конкурентов не совершайте данные ошибки хорошо переходим к последней ошибке я ее назвал кашей хаос и отсутствие гармонии но данная ошибка скорее присутствует у тех кто вообще никак не знаком с дизайном и не представляет что такое гармония давайте посмотрим на эти три обложки мы видим на каждой присутствует куча различных элементов совершенно разных по цвету форме стилистики и так далее и когда мы смотрим на какую-то обложку одну то совершенно непонятно куда в первую очередь смотреть непонятно о чем этот курс что он может дать и вообще информация нечитаемая картинки непонятные то есть я не рекомендую добавлять на обложку абсолютно всю информацию из вашего продающего текста у вас должна быть какая-то иллюстрация заголовок подзаголовок и вводящая информация все больше ничего не нужно человек просто должен понять о чем ваш курс и уже начать ваш уже начать читать ваш мощный продающий текст либо смотреть видео презентацию пихать все в одну обложку совершенно глупо человек не будет ее сидеть и полчаса разглядывать чтобы понять о чем ваш продукт ему гораздо удобнее и приятнее будет посмотреть видео или прочитать текст поэтому просто здесь изобразите то что сможет получить ваш клиент все больше ничего не нужно ну что ж я вам рассказал шесть ошибок которые часто встречаются и негативно отражаются на продажах если вы при создании своей обложки не будете их делать то у вас будет продаж гораздо больше только встроение как возможность зависит такие